Внимательно изучать каждую строчку квитанций, каждую графу начислений, выписывать, пересчитывать и сопоставлять факты и даты. Вот, пожалуй, единственный способ разобраться со счетами за жилищно-коммунальные услуги. Но иногда и этого недостаточно, например, когда деньги никак не могут дойти до расчетного центра. Так случилось и с обратившейся к нам Челнинкой. Сюжет о конфликтной ситуации между Альфеей Зиединовой, которая устроилась дворником, чтобы отработать долги по квартплате и ЖЭКам, где она трудилась, вышел в нашей программе в октябре. И вот история получила продолжение. Чтобы закрыть долги по квартплате, Альфея Зиединова, инвалид третьей группы, в апреле устроилась дворником в ЖЭО номер 5. Но вскоре пожалела о принятом решении. По договору вся зарплата 6 с небольшим тысяч автоматически перечислялась в ГРЦ в счет погашения задолженности. Однако вскоре начались недопонимания с руководством касательно фронта работ, а также проблемы с начислением зарплаты. Не объясняя своему работнику причины, ЖЭК задержал зарплату, не перечислил ее своевременно в ГРЦ. И таким образом долг Альфея Зиединовой по квартплате только вырос. В итоге она решила уволиться из ЖЭК, а нашла другой способ зарабатывать и гасить долги. Однако сразу бывшего дворника не рассчитали и произошла новая путаница с квитанциями и перечислениями. Вот вчера получили квитанцию, это за квартплату. И мне, я думала, будет полностью расчет в этой квитанции. Заплатили только вот то, что за август. В уведомлении сказано, что долг, который должен был уже изрядно сократиться, необходимо оплатить до 18 ноября. Иначе отключат электричество и горячую воду. А зарплату за сентябрь Альфье до сих пор не перечислили, а значит и в ГРЦ денег не видели. Семья Зиединовых немаленькая, все вместе живут в одной квартире и просрочек стараются больше не накапливать. Только вот погашение такими темпами проблему лишь усугубляет. Дочка у меня с внучкой. За садик я плачу, она потому что на рынке работает. Сейчас тоже торговли нет. В этом месяце 6 тысяч. Квартплата я не знаю. Как справляться-то? Почему подразделения управляющих компаний сначала сами предлагают горожанам отработать долги, а потом не расплачиваются со своими работниками? Об этом мы спросили у директора жилищно-ремонтного эксплуатационного участка номер 5. За сентябрь месяц оплата полностью. Погашенный счет, квартплат перечислено. Мы с ней беседовали в пятницу. Вика, у нас оплата не пришла? Оплата нет? Вика? Вика еще нет пока. На бумаге деньги перечислены, причем еще 3 ноября. Правда, пока только за сентябрь. Однако по назначению еще не дошли. Заработок за еще 10 дней, которые Альфия отработала в октябре, обещают ближе к декабрю. При этом начальница заверила, что отключение Зиединовым пока не грозит. Те предупреждения рассылают скорее для профилактики, как напоминание. Уведомления мы раздаем без подписи, без ничего. Чтобы отключить, мы даем предупреждения за месяц, за 10 дней и за 3 дня. На ножи под росписью? На ножи под росписью, да. В бумагах ЖЭКа долг Зиединовых по квартплате составляет порядка 27 тысяч рублей. По данным ГРЦ, с учетом выплат, сделанных семьей отдельно, на 4,5 тысячи меньше. А по факту, если зарплата бывшего дворника все-таки поступит по адресу, он должен быть уже ниже 17 тысяч. Такие финансовые неразберихи – следствие несогласованных действий разных инстанций. Пока расчетный центр высылает жильцам квитанции с одними данными, в ЖЭКах данные уже другие. Ну а у жильцов, которые подсчитывают каждую копейку, третья версия. И главное в таких случаях – сохранять все документы, чтобы в спорных ситуациях суметь отстоять свои права. Евгения Исаева, Ленар Мустафин, Дмитрий Кравченко и Андрей Баслаков. РЕН-ТВ. Набережные Чулны.